На Наташинских прудах прошли всероссийские соревнования по вейкбордингу Кубок заслуженного мастера спорта СССР Натальи Румянцевой. В турнире приняли участие спортсмены из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Калужской, Челябинской областей, Краснодарского края и Республики Адыге. За состязаниями на воде наблюдала наша съемочная группа. Роман Уводов этим экстремальным видом спорта увлекся 15 лет назад. Вейкбординг привлек его своей красочностью и динамикой. Трехкратный чемпион России обожает выполнять трюки на воде. И чем они сложнее, тем больше адреналина в крови. То, что делают ребята и то, что стараемся мы, это не каждый сможет. И это совокупность такого сноуборда, смешанного с серфингом, с кайтом, плюс координация, как бокс, допустим, еще плюс. Ну, как бы все это в совокупности добавляет такой шарм к этому спорту. Легенда водно-лыжного спорта Натальи Румянцева приехала поддержать спортсменов. Многие ее воспитанники добились больших успехов. Один из них – чемпион России, сын Румянцевой Николай Волохов. Не, ну, молодец, вроде неплохо. Мне понравилось. Да, был в конце, это по моей просьбе было. Он не часто его делает на соревнованиях. Наталья Леонидовна отслеживает каждое движение своего сына. Николаю Волохову едва исполнилось 4 года, когда мама привела его на занятия водными лыжами. Хотя сама будущая четырехкратная чемпионка мира и 24-кратная чемпионка Европы начала заниматься этим видом спорта только в 10 лет. Сейчас такой прям темп жизни, что надо чем раньше, тем лучше. Вообще-то, конечно, необычный вид спорта, такой, ну, реально экстремальный, новый для России, для Советского Союза был в то время. Вода и такие эмоции, ну, просто ни с чем не сравнимые. Наша цель – это как можно больше привлечь молодых людей занятием спортом. В первую очередь, судьи оценивают качество выполнения трюков и индивидуальный стиль спортсмена. В борьбе за призовое место придется выполнить комплексную программу. Они исполняют трюки, скажем так, в трех ипостасях. То есть они делают трюки из кикеров, из больших трамплинов таких. Есть слайды, на которых они джибят, показывают скольжение. И есть поверхность воды, с которой с помощью зарезки, разгоняясь, они вылетают с воды и делают тоже трюки. Соревнования по вейкбордингу на Кубок заслуженного мастера спорта СССР Натальи Румянцевой в Люберцах проводят второй год. В этом году в нем приняли участие более 30 человек. Городской округ Люберцы представили 6 спортсменов. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.